Библейский портал экзегет.ру представляет 30-я глава книги Иова. Читаю для библейского портала экзегет свой перевод с небольшими комментариями. Это последняя речь Иова, длинная, тяжелая, вместе с тем очень такая свободная. В предыдущих главах он очень много ругается с друзьями, а здесь он уже говорит, как будто друзей нет. Здесь он уже обращается ко всему миру, к Богу, к нам, и не отвлекается от того, чтобы сказать, ну и чем вы мне помогли, ну и что вы тут мне говорите. Вот 29-й главе он рассказал, как все когда-то было хорошо. В 30-й расскажет, как все было плохо и как оно продолжается так. А теперь надо мной смеются те, кто меня моложе, чьих отцов я и близко не пускал даже к псам при моих стадах. И что мне сила их руки, если их мощь оскудела? Нуждой и голодом изнурены высохшую землю они гложат в гиблой пустыне, во тьме. Горькие травы в зарослях рвут корни ракитника их пища. Изгнаны они из среды людей, провожают их криком, как в воров. В высохших руслах они живут, в норах земляных среди камней, в кустарнике ревут они, как скот. Ютятся всем скопом в бурьяне, безымянный, никчемный сброд, изгнанный отовсюду. Что-то как-то вот жесткого на них. Кто эти такие мерзавцы, которые над ним смеются? Вот он начинает с ними ругаться, да, так заочно. Вот это такие бандиты, которые бездомные, которые никому не нужны, которых он даже и близко не подпустил бы к себе в другое время. Вот они теперь над ним смеются. И для них-то я стал посмешищем, у них вошел в поговорку. Презирают меня, сторонятся, плюются меня, завидя. На беду моя сетива ослабла. Вот и сбросили они узду предо мной. Эта свора нападает справа, они меня с ног сбивают, прокладывают путь свой мне на погибель. Все дороги мне перекрыли, беду они мне готовят, никто их не остановит. Врываются сквозь пролом, широкий, как ураган налетают. К чему это все? Почему он так о каких-то неведомых негодяях? Может быть, это он так своих друзей называет? Нет, не думаю, потому что, смотрите, он их даже не пускал к псам при своих стадах, его друзья, хотя они уже поругались с ним, но все-таки они явно в прошлом не какой-то сброд, они близкие ему люди и вполне почтенные. То есть здесь он переходит, опять-таки, от божественного к земному плану. Вот в предыдущих главах он очень много говорил о том, как с Богом у него отношения испортились, и как это все плохо. А вот здесь, как в том случае, когда он в 29 главе говорил, что Бог был в моем шатре, и я был со всеми в мире благополучии, всем помогал, вот так здесь теперь с Богом мои отношения испортились, а значит, и на земле все плохо, значит, и на земле я для отбросов общества тоже какой-то последний изгой. Обрушился на меня ужас, и почет развеяло, как ветром, благоденствие, как облако уплыло, дыхание в груди моей сякло, дни несчастья меня настигли, по ночам изнывают кости, боль меня гложет неусыпно, и тут же снова про этих негодяев рвут с меня изо всех сил одежду, хватают за ворот рубахи, брошен я в грязь, стал, как прах и пепел, а отчего ли все это вот, как это получилось, зову тебя, но ты не отвечаешь, да, вот это все тоже о Боге, потому что они-то меня топчут, презирают и так далее, но это же ты меня в такое положение поставил, зову тебя, но ты не отвечаешь, стою перед тобой, а ты не взглянешь, стал ты ко мне жесток, твоя мощная рука мне враждебна, подхватил ты меня, ветрам отдал, завертел меня в смерчи, знаю, что ты ведешь меня к смерти, в тот дом, что назначен всем живущим. Вот на самом деле, кто его беспокоит, а не эти мерзавцы. Разве поднимают на несчастного руку, когда гибнет он о помощи, взывая? То есть, Боже, что ты делаешь? Я вот прошу тебя о помощи в несчастье, а ты меня еще хуже мучаешь. Я ли несчастному не сострадал, я ли о бедняках не печалился? Он уже рассказывал в 29 главе, как «Чаял я добра, явилось зло, ждал я света, дождался тьмы, не утихает огонь в моем чреве, дни несчастья идут мне навстречу, брожу я в бессолнечном мраке, средь собрания о помощи взываю». То есть, кругом толпа народу, а мне никто не поможет. Я теперь брат с шакалом, с траусом я теперь друг. Ну, вряд ли он имеет в виду своих друзей под шакалами и с траусами, что вот в дикой степи он там какой-то такой маугли бродит, и только дикие птицы и звери, а к тому же неприятные страусы и шакалы не самые лучшие спутники, это вам не котики. Вот только с ними он теперь в этой пустыне. «Чернеет и слезает с меня кожа, жар осушает кости, и рыдает теперь моя арфа, и свирель, словно плакальщица, стонет». Очень печальная 30-я глава, может быть, самая-самая печальная и страшная. А в 31-й главе он все-таки постарается в самом конце своих речей оправдаться и сказать о том, что так с ним поступать не за что. Субтитры создавал DimaTorzok